В регионе запускается проект в области возобновляемых источников энергии. Этот вопрос председатель правительства Дагестана Артем Сдунов обсудил с инвесторами. Детально об этом рассказал генеральный директор корпорации развития Дагестана Артур Алибеков. В рамках создания Самурского энергокластера планируется построить две малые ГЭС и создать более 500 рабочих мест. Отмечу, что водохранилище на основном русле реки Самур может во многом решить вопросы водоснабжения Южного Дагестана. Реализация гидроэнергетического компонента Самурского кластера основана на комплексном использовании свободной части бассейна реки Самур, которая находится полностью на территории Российской Федерации. Схема полностью новая, разработанная в 2019 году, основана на принципах малой гидрогенерации, без крупных водохранилищ, без крупных деривационных туннелей. Она основана именно на принципах законодательства. Предметом обсуждения стал и проект тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» в поселке Шамхал-Термен в Махачкале. Строительство второй очереди комплекса даст до 70 рабочих мест. В премьерах министр поручил изучить доступные модели финансовой поддержки проекта и дал ряд поручений руководителям министерств и ведомств. В том числе речь шла о внесении проектов на рассмотрение совета при главе республики по улучшению инвестиционного климата. Давайте договоримся так, после инвестсовета вопрос должен быть решен. Или отказывайтесь тогда. И больше не водите, значит, инвестора там вот здесь, как, потому что я уже слышал, в ноябре хотели там, и в декабре хотели дать. Все, или да, или нет. Или откажитесь тогда инвестору, ну скажите прямо, мы не даем. А раз уж решение приняли, в бюджет включили, вас декапитализировали уже? У вас деньги уже есть, мы все сделали, осталось полшага, и вот мы ходим вокруг да около. Договорились? Такое решение подготовить, которое уже просто перечислите деньги потом, и пусть они занимаются.